У нас с вами впереди еще один месяц, лето, после нас ждет бархатный сезон, поэтому уверена, многие из вас еще собираются съездить на море. Всем привет, с вами Юля, я создатель бренда Julia F, и сегодня мы вместе с вами будем собирать чемодан с самыми необходимыми вещами для поездки на море. Я люблю красиво одеваться, также очень люблю путешествовать налегке. И так как для своего бренда контент я создаю самостоятельно, то абсолютно перед каждой поездкой отшиваю несколько новинок, беру их с собой, и они часто занимают очень много места в чемодане. А использую их всего один раз для того, чтобы сфотографироваться в них в удачной и подходящей локации. Поэтому мне сегодня будет вдвойне интересно вместе с вами собрать чемодан и увидеть, насколько много этих новинок я беру с собой всегда просто так. И, возможно, задумаюсь. Хотя, кому я вру? Сама я путешествую с постоянной периодичностью. Это бывают поездки по тюлениц или более европейские, себя показать на других посмотреть, поездки на пару дней или несколько месяцев. Сегодня мы с вами будем собирать чемодан в недельное, ну, максимум двухнедельное путешествие на море. И первое, с чего я начинаю, это с понимания того, какой курорт был выбран. Вами выбран багаж или, может быть, только ручная кладь. Для этого видео я выбрала маленький чемоданчик, который в лоукостах можно брать как ручную кладь. Так, теперь по списку. За столько лет путешествий на море я приравниваю сбор чемодана на море к сбору вещей в бассейн в прохладное время. Что для этого нужно? Я буду в теплой одежде, белье, кроссовках, носках. Что с собой взять? Купальник, гель для душа, сланцы, полотенце. По факту, эта логика распространяется и на сбор вещей в путешествия на море. Только полотенце брать не обязательно. И этого действительно хватит. Расписываем более детально. Итак, спортивные штаны, толстовка, желательно с капюшоном, кроссовки, носки, футболка и один комплект белья. Этот образ будет с нами в путешествии, не в чемодане, а на нас. Старайтесь самые объемные и тяжелые вещи, но нужные, надевать на себя, чтобы облегчить чемодан. Купальники. Я предлагаю взять два. Один раздельный, другой цельный. Этого будет более чем достаточно, однако я беру несколько раздельных купальников. Там разный верх и низ, и на месте я уже комбинирую, какой надеть для лучшего загара. В раздельном купальнике хорошо загорать, а цельный, слитный будет нужен для аквацентра или, если будут сильные волны, чтобы прыгать через них и не бояться за то, что во время отлива вы останетесь голой. Живя в Таиланде, я выучила этот урок. Сланцы. Обязательно удобная, открытая и легкая обувь вам нужна, чтобы ходить по раскаленной от солнца земле. Если вы едете, например, в Египет, предлагаю обзавестись коралками. Это такая силиконовая обувь для плавания в море. В Красном море много кораллов и всякой живности, чтобы не пораниться и не испортить себе отдых, можно обезопасить себя такой обувью. По факту, этой обуви будет более чем достаточно, но с собой можно взять еще и выходные босоножки, на случай, если вы захотите куда-либо вечером сходить, если у вас отдых своим ходом. Но даже на курортах All Inclusive на территории отеля есть ресторанчики со своим дресс-кодом, который обязателен при посещении. Одежда. Предлагаю приобрести платье свободного кроя, которое вы с легкостью можете накидывать поверх купальника по дороге на пляж. Но обратите внимание на материал. Натуральный состав это хорошо, но не всегда эстетично, когда мокрый купальник оставляет следы на одежде, делает ткань просвечивающейся. Сложно объяснить на пальцах, но вот у меня есть такое платье, ему уже, наверное, лет 10 из масс-маркета. Оно двухслойное, нижняя часть вроде бы не натуральная, а верхняя хлопковое кружево. Это платье прошло огонь и воду, оно в меру короткое, прикрывает все, что нужно, а молочный цвет бесподобно смотрится на загорелом теле. Даже думаю воссоздать похожую модель платья в своем бренде, но пока еще не нашла подходящее кружево. Так вот, когда я в мокром купальнике, это платье остается презентабельным, и я при этом чувствую себя комфортно. Безусловно, ваше тело, ваше дело, но льняное платье или любое другое намокнет, и вид будет уже не такой презентабельный. Кстати, льняное платье. Также я предлагаю взять вам одно выходное платье. Закрытое, открытое на запах, на молнии, на пуговицах, белое, черное, цветное, но желательно из дышащей ткани. Лен, хлопок, муслин. Я только что вернулась с моря и брала в этот раз платье миди с рукавом из муслина. И хочу отметить, эта ткань невероятная, она нежнейшая, складки не так явно проявляются, как на льне, и даже в изделии из большого полотна, как в моем случае достаточно закрытом платье, не жарко. Такое платье плюс босоножки – идеальный образ для вечерней прогулки или посещения ресторана. Если подумать, неделя-две на море, что вы будете делать? Ну, вы точно будете загорать и плавать. Так что этой одежды вам вполне хватит, это отличный минимум. Но если вы любите разнообразие, вы также можете с собой взять еще несколько вещей. Например, шорты, топ 1 или 2, юбку. Советую на запах или на резинке, такие модели на курорте комфортнее всего. Ну, и еще одну пару шлепанцев. Вдруг первая пара вам будет натирать, и всегда будет возможность переобуться. Что еще нужно брать с собой? Средства личной гигиены и аптечку. Для аптечки я всегда беру небольшую коробочку, наполнение на ваше усмотрение, но я еще дополнительно беру бинт и пластырь. Средства по уходу. Если это ручная кладь, баночки должны быть не больше 100 мл, но если чемодан вы будете создавать багаж, объем может быть больше. Я предлагаю взять гель для душа стандартного размера. Гель для душа в поездке удобен тем, что он подходит как для тела, так и заменяет шампунь. Если кто не знал, напишите в комментариях. Гоник для лица я все же предлагаю перелить в маленький флакон. Живная паста, щетка, ватные диски, станок. Ну, и как бы все. Защита. Очень важный пункт, и я начну с платка на голову, шляпы, панамы, кепки. Голову обязательно нужно прикрывать. Солнце беспощадно, и можно вмиг получить солнечный удар. Солнцезащитные очки, крем SPF 50 и выше. Такие кремы чаще для деток, и найти их можно в любой аптеке. Пантенол. И вот сейчас послушайте внимательно. Вместо нескольких банок пантенола возьмите один тюбик геля алоэ вера. Проверено триллион раз. Алоэ успокаивает кожу после загара, ожога. И даже если кожа начнет слазить, у вас не будет оставаться светлых пятен. Так как алоэ бережно регенерирует клетки кожи. Десук. Легкая книга и по весу, и по содержанию стабильная классика. Если едете в компанию, предлагаю взять несколько настолок. Я не про заезженная уна. Вот несколько моих любимчиков, которые подойдут командам от двух человек. Codenames. Просто обалденная и затягивающая игра. Барабашка. Если вы не слышали об этой игре, погуглите обязательно. Эта игра на внимание, она быстрая, но подойдет для расслабляющей обстановки. Сумка-шоппер. В чемодане она займет немного места, а на пляж вам будет куда положить бутылочку с водой. Украшения и косметика. Выбор за вами, но если честно, загар и улыбка лучшая косметика. Украшения будут только мешать загару, и по факту для отдыха на море они бесполезны. Разве что браслет на ногу из ракушек придаст вам шарма. Гаджеты. Не забудьте взять с собой зарядное для вашего телефона, Powerbank, и если вы любите много чего снимать в путешествиях, рекомендую обзавестись небольшой компактной камерой. Возьмите ее в дорогу и также не забудьте зарядное и флеш-память. Отдельная камера сэкономит место на вашем телефоне, а также вы будете реже его заряжать. Вряд ли понадобится в короткой поездке, но не сказать не могу. Термокружка. В дороге вы можете пить что угодно, а все будут думать, что это чай. А также несколько пачек ралтона или доширака. Если вы проголодаетесь в дороге, кипяток найти всегда легче, чем посуду и еду. А эта вермишель готовится быстро. Ну, еще в дорогу я беру любимые семечки, чтобы если ночью в отеле пробьет нажор, а до завтрака еще далеко, всегда было бы что погрызть. Из последнего подушка под голову ненадувная. Да, она объемная, но ваши шеи и голова скажут вам спасибо. Дорога бывает разной, порой перелеты с пересадками, в самолетах жутко неудобное кресло и незнакомые люди сидят плотно друг к другу. Поэтому такая подушка просто спасет вас. Ну, вроде бы я ничего не забыла, теперь остается все эти вещи собрать в чемодан и помнить, что нужно немножечко места для сувениров по дороге обратно. Все мы собираем чемодан по-разному, где-то интуитивно, где-то с опытом уже. Сегодня предлагаю вам попробовать собрать чемодан по методу KonMari. Этот метод вертикальной сборки, а не привычный горизонтальный. Он позволяет складывать вещи таким образом, чтобы вокруг них оставалось как можно больше свободного пространства. А это нам подходит. Для сравнения в конце видео соберем чемодан более привычным способом и сравним. Итак, ставим чемодан вертикально. Каждую вещь аккуратно складываем в прямоугольник и укладываем на дно, то есть на боковую часть чемодана. Когда вещи закончились, выкладываем в эту стопочку средства гигиены, защиты, косметику, мешочки с зарядкой и так далее. Когда стопка уложена, аккуратно переворачиваем чемодан и в пустоты укладываем обувь, книги, настолки. В каждом чемодане есть отсек под крышкой. Сюда я рекомендую помещать небьющиеся вещи. Как раз книги, настолки. Также сюда можно закинуть плоскую обувь и купальники. Посмотрите, сколько места осталось. Так и хочется еще пару платьев взять, но не забываем про сувениры, да и не понадобятся вам эти платья. А теперь давайте соберем чемодан с этими же вещами привычным способом. Я укладываю вещи стопочкой, какие-то скручиваю, всовываю в пустоты. Всегда по-разному, но отсек под крышкой заполняют теми же вещами. Они не побьются при транспортировке и сохранят более хрупкие вещи в самом чемодане. Вот что у меня вышло. Я, честно говоря, очень удивлена. Но свои комментарии оставлю при себе, а ваши буду с нетерпением ждать. Какой способ вам понравился больше? Все, на этом мое видео подходит к концу. Надеюсь, я ничего не забыла положить в чемодан. Но, как по мне, этих вещей более чем достаточно для поездки на море на одну-две недели. Надеюсь, я с этим видео не опоздала, и кому-то из вас оно будет действительно полезным. Всем отличного отдыха, прекрасного настроения и пока-пока. И передавайте привет морю!